В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я Виктория Сащенко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Приехать к вам и доехать сюда так просто. Мнение туристов из-за рубежа. Агроусадьба Беловежская Светлица уже принимает гостей, следующих в Брест по безвизовому 10-дневному режиму. QR-коды в действии в Бресте. С помощью новых IT-технологий можно получить не только достоверную информацию, но и рассчитаться за проезд. Новый год. Новые реформы от Министерства образования. От отмены вступительных испытаний в гимназии до разработки национального экзамена. Об этих и других событиях прямо сейчас. Немногим больше месяца прошло с момента подписания документа о продлении срока безвизового пребывания иностранных граждан в Брестской и Гродненской областях. Кроме увеличения времени пребывания, расширены и территории. Посетителям Августовского канала разрешено побывать в Гродно и Гродненском районе, а из Беловежской пощи ездить в Брест, а также Брестский, Жабенковский, Каменецкий и Пружанский районы. 10-дневный безвизовый режим для путешественников из 77 стран мира – хороший толчок к развитию туризма в Беларуси. Только за первый месяц 2018 года наш регион посетила на 12% туристов больше, чем за аналогичный период прошлого. И все же наиболее частыми гостями на Брестской земле становятся польские соседи и неудивительно – Беларусь и Польшу соединяют общие корни. Одним из самых привлекательных туристических мест на Брещене была и остается Беловежская пуща. Что привлекает туристов и за каким экстримом едут к нам из-за рубежа, разбиралась Ирина Ольшова. Хозяйка агроусадьбы Беловежская светлица Елена Андрущенко сделала правильный выбор, купив пять лет назад домик в Осинниках. На гектаре земли, практически вплотную примыкающем к Беловежской пущи, разместились уютный дом, добротные погребы, сарай. И зимой, и летом гостям всегда есть чем заняться. Я когда увидела этот дом, я в него влюбилась. Я в него влюбилась и стала просто за ним ухаживать. И когда начала приглашать своих друзей, друзья приезжали, я говорю, ребята, поехали, там круто, там так здорово, там такая тишина, там такая дымка над озером, там так красиво. Это было вдохновение от тех первых гостей, которые приезжали ко мне. Два года назад Елена всерьез занялась агротуризмом. Сложную туристическую науку постигала за рубежом, где нашла много друзей и единомышленников. Одна из них – улыбчивая Моника Романова. Девушка живет и работает в Варшаве и давно мечтала приехать в гости к Елене. О Беларуси мечтала давно и собиралась сюда уже около десяти лет. Вообще Беларусь для нас остается девственной территорией, неоткрытой. Она точно красивая, потому что знаем о ней много лет из рассказов наших бабушек и дедушек, из картин. И сейчас представилась такая хорошая возможность приехать по упрощенному режиму. Как признается хозяйка, усадьба пустует очень редко. Особенно сейчас, когда туристам увеличен срок пребывания без визы до десяти дней. За это время, рассказывает Елена, гости успевают полностью вкусить все прелести Беловежской пущи и окружающей их обстановки. Сама Елена называет это местом силы и с удовольствием делится эмоциями со своими друзьями. Мне всегда хотелось увидеть Беловежскую пущу. И как только представилась возможность, я приехала. Мне кажется, что нельзя делить ее на пущу польскую и пущу белорусскую, потому что важно увидеть ее как одно целое. Меня переполняют эмоции, но я считаю, что это место наше общее. Об устройствах усадьбы Елена занимается сама. Убранство дома в национальной стилистике – ее задумка. Главная гордость – русская печь-лежанка. Элементы интерьера хозяйка приобретает во время поездок. Что-то дарят друзья и знакомые. Ценят гости, а в усадьбе свободно могут расположиться 10 человек. Не только уют, но и домашнюю кухню хозяйка хорошо готовит. В планах создать в Каменецком районе настоящий агротуристический кластер. Мы хотим предложить для турагентств экскурсии по агроусадьбам, чтобы люди увидели наши красивые вещи старинные, чтобы увидели то, что делают наши ремесленники. И также мне хотелось бы сделать из старинного сарая музей, в который бы тоже могли приезжать иностранные граждане, и мы с достоинством могли показать наши народные промыслы. Каждому из своих гостей Елена умеет подобрать ключик и расположить к этому волшебному месту. Многие из ее гостей становятся друзьями, делится хозяйка, и возвращаются сюда уже не только туристами. Не знаю, где принимают лучше, чем в Беловежской светлице. Я обязательно приеду сюда еще раз со своими родными и друзьями, но уже, наверное, на машине. Ведь приехать к вам и доехать сюда так просто. Ирина Ольшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска. Айти технологии в действии. Оплатить проезд в Бресте теперь можно с помощью смартфона. Первые автобусы с такими новинками уже курсируют по маршрутам номер 7 и 16. Нововведение призвано упростить механизм оплаты. Сегодня это особенно актуально, когда некоторые платежи можно выполнить буквально в несколько команд на телефоне или планшете. Поэтапная система будет внедрена на всех городских направлениях. Уже сегодня есть отклик на нововведение. Анастасия Ноздрин-Плотницкая в числе первых опробовала ноу-хау. Несмотря на то, что сегодня все чаще люди стараются приобрести собственные авто, популярность общественного транспорта очевидна. Ежедневно в Бресте на автобусах, троллейбусах, маршрутных такси перемещаются тысячи пассажиров. С внедрением в жизнь информационных технологий и системы электронного расчета многие платежи стали безналичными. И выполнить их можно с использованием телефона и планшета. Для сотрудников Брест-ГорТранса это послужило основанием для того, чтобы разработать для областного центра систему безналичной оплаты за проезд. Идея электронной оплаты проезда уже давно рассматривалась. И существует ряд проектов по внедрению новых проектов в общественный транспорт, для улучшения общественного транспорта города Бреста. Вот один из таких проектов является оплата проезда при помощи телефона. Уже сегодня оплатить проезд можно в салоне автобуса, воспользовавшись специальным приложением ТИКС, установить которое можно на смартфон и планшет. К приложению привязывается банковская карта, а с нее списывается стоимость проезда. Достаточно открыть приложение, зайти в транспорт. Приложение сразу определяет номен транспорта и предлагает оплатить проезд. Можно нажать на кнопочку «Оплатить» и совершается оплата проезда, и появляется у вас электронный билет. Соответственно, появляется дата, время, номер автобуса, на котором вы едете. Соответственно, оплату проезда вы совершаете полноценно. Учли разработчики и то, что на разных устройствах работают разные операционные системы. Для тех, у кого версия Android не менее показателя 4.0, списывание стоимости талончика будет автоматическим при входе в общественный транспорт. Для остальных будет действовать система считывания QR-кодов. В салоне автобуса есть специальные QR-коды, есть кнопочка в приложении «Сканировать». При наведении на этот QR-код он определяет также номер автобуса, и вы оплачиваете таким образом проезд. Брещане встретили новинку с интересом. Они уверены, что система электронной оплаты получит со временем популярность. Сейчас, по-моему, большинство всех операций проводится через мобильные средства. Даже тот же самый расчет от Apple, Apple Pay тоже. Без банковских карт, без каких-либо проблем проходит все. Ну, забыстрее, чем ходить влезти. Ну, удобно и удобно. То есть вы можете в приложении зайти, да, и рассчитаться сразу. У меня живут знакомые в Европе, и они активно пользуются такой системой, и говорят, что это очень удобно, поэтому я считаю, что ввести это у нас будет очень логично. Будем идти в ход со временем. Вопросом использования QR-кодов особенно активно заинтересовались в областном центре с установлением туристско-рекреационной зоны Брест. В рамках реализации программы «Узнай Брест» теперь специальным изображением обозначены отдельные объекты инфраструктуры. Первая табличка с QR-кодом появилась на здании гостиницы «Интурист». Первая табличка появилась на здании гостиницы «Интурист». Поднеся мобильный телефон к QR-коду, мы получаем ссылку и сразу выходим на сайт гостиницы «Интурист», где мы можем получить самую полную информацию о том, какие услуги можно получить в гостинице. Также там и на данный момент размещена информация по безвизовому режиму на трех языках. Внедрение QR-кода в Бресте продолжится. Планируется, что со временем на такую форму перейдут и троллейбусы. Сегодня активно идет работа над дифференцированной оплатой. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем говорить о важном и актуальном. До основного дня голосования на выборах депутатов в местные советы остается менее двух недель. Напомним, выборы, по итогам которых в Бресте по 40 округам будут выбраны 40 депутатов городского совета депутатов 28-го созыва, состоятся 18 февраля. Кандидаты включились в избирательную гонку активно. Сегодня они представляют программы через выступления в СМИ и пикеты. А тем временем действующие депутаты подводят итоги работы. На 32-й сессии Брестского городского совета депутатов 27-го созыва побывали наши корреспонденты. На повестке дня несколько вопросов. Началась сессия с отчета председателя Брестского городского совета депутатов о деятельности совета за 2017-й. В минувшем году народные избранники сработали плодотворно и эффективно. Совместно с органами власти депутаты решали вопросы занятости населения, безопасной среды обитания, принимали активное участие в мероприятиях по подготовке к миллениуму, работали с обращениями граждан, с ветеранами и молодежью. Удалось создать молодежный парламент при городском совете депутатов. Мы его определили в плане направления работы. Организовали школу депутатам, где и депутаты следующего созыва 28-го могут, кто первый раз у нас баллотируется, получить какую-то базу, скажем, теоретическую, как работать. И кроме этого, значит, в этой школе будут учиться и депутаты молодежного парламента. Красной нитью через итоговую сессию прошел вопрос об установлении отчета об исполнении городского бюджета в 2017-м. В минувшем году решались самые разные задачи. Одна из главных – содействие социально-экономическому развитию города. Из четырех ключевых показателей в городе выполнено три. Не выполнены только прямые иностранные инвестиции в, скажем, денежном выражении. И из шести доведенных прогнозных показателей выполнено пять. Мы планировали, что будет выполнено шесть, но выполнили пять. По созданию микро и малых предприятий мы, к сожалению, не дотянули. При плане 385 у нас получилось, мы их просчитали, 321. Остальные показатели все выполнены. 32-я заключительная сессия завершилась. Вместе с ней была перевернута еще одна страница в истории Брестского городского совета депутатов. Сделано немало, но важно, чтобы все начинания и успехи были продолжены новым составом депутатского корпуса. Мы сработали на уровне и даже лучше 2015 года. Активно депутаты работали и со средствами массовой информации, и телевидения, и прямые линии, приемы граждан, отчеты. Все полученные результаты нас удовлетворяют. Я думаю, что будет преемственность в нашей работе в том плане, что мы передадим следующему депутатскому созыву те наработки, которые у нас есть, те направления работы, где надо уделить особое внимание, чтобы была преемственность в работе, и мы могли дальше развиваться и, скажем так, активно помогать горысполкому в решении всех проблем социально-экономического развития города. В 2017-2018 году Брест по праву стал настоящим лидером в области по проведению реконструкции и строительства. Среди них ряд глобальных объектов, таких как западный обход, городской автовокзал, футбольный манеж, а также реконструкция Кобринского путепровода. В Заречном районе уже в текущем году ожидается открытие новой школы и двух детских садов. В Ковалево – новой подстанции скорой медицинской помощи. Начато строительство историко-культурного центра Брест и завершается хосписом. Ждут горожане открытия Брестского театра «Кукол». К концу текущего года ждут улучшения бытовых условий и молодые спортсмены. На улице Пригородная в Бресте начато строительство нового общежития для учащихся областного училища Олимпийского резерва. В рамках программы «Газпром детям Белоруссии» и областной инвестиционной программы здесь появится большой учебно-спортивный центр. За появлением нового спортивного объекта понаблюдала наш корреспондент Ирина Ольшова. Брестское областное училище Олимпийского резерва прописано на улице Пригородной, 25, с 1996 года. Два этажа занимают учебные классы и два отданы под общежитие для иногородних. Пристройку, появившуюся в начале 2000-х, занимает столовая и пищеблок. Поэтому в учреждении, которое за два десятка лет стало настоящей кузницей чемпионов мирового уровня, с нетерпением ждут окончания строительства. Мы такое учреждение в области одно. Мы регулярно приглашаем детей, которые проживают в других населенных пунктах страны, на просмотровые сборы, чтобы определить их состояние здоровья, способность работать в таком режиме. И, в принципе, достаточно сложно разместить детей в существующем общежитии. Брестское училище попало в программу «Газпром детям Беларуси» с легкой руки Александра Мешкова, президента Брестского гонбольного клуба. После ввода в строй нового учебно-спортивного центра, учащиеся приобретут новое общежитие на 200 мест и обновленный учебный корпус. Это позволит открыть отделение гонбола. А жители микрорайона Речица получат уникальный спортивный кластер в шаговой доступности. Учебно-спортивный центр предназначен не только для учащихся училища, но и для жителей микрорайона, которые находятся рядом с нами, учитывая, что здесь спортивной инфраструктуры практически нет. Часть денег выделяет «Газпром», и часть денег выделяет бюджет Брестской области. Ну, очевидно, нам удалось убедить, что это действительно необходимо не только для училища, но это необходимо и для области, ну и, в принципе, для детей, для жителей этого микрорайона. Проект учебно-спортивного центра разработан компанией «Брест Реставрация». Главный подрядчик – Полесье Жилстрой. Усилиями строителей ПМК-82 учебно-спортивный центр будет сдан практически под ключ. Первая очередь будет введена в строй к октябрю 2018 года. Окончательная сдача объекта намечена на июль 2019-го. Это будет реконструкция существующего корпуса, в котором будет произведена замена полностью крыши, и фасад предобретет новый вид с утеплением, с новыми изысками. Ну и плюс будет еще два стадиона небольших – футбольный и волейбольный стадион, ну и парковочная стоянка. Предполагается многофункциональный спортивный зал, предполагается строительство двух саун, ну и плюс плоскостные спортивные сооружения. Это беговая дорожка с искусственным покрытием на 200 метров, это комплексные волейбольные и баскетбольные спортивные площадки, площадка для воркаута и антивандальные уличные тренажеры. Плюс ко всему, при реконструкции второй очереди непосредственно самого существующего здания, там предполагаются еще и тренажерные залы. Современный спортивный центр разместится на территории в полтора гектара. Воспитанники училища Олимпийского резерва получат новую базу для подготовки, а неравнодушные к спорту жители – стадион и игровые площадки с тренажерами. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска. К другим темам. Одна из наиболее обсуждаемых тем последних дней – изменения в правилах приема учащихся в гимназии. Согласно подписанному 25 января указу президента номер 30, устанавливается, что набор в пятые классы этих учреждений будет осуществляться без предварительных испытаний. Кроме того, сегодня активно идет работа над новым видом итогового экзамена – национального, который юноши и девушки сдавать будут уже после девятого класса. Как встретила нововведение системы образования областного центра и что из общего перечня изменений будет реализовываться уже совсем скоро. В нюансах и тонкостях разбиралась Анастасия Нездрин-Плотницкая. Нет такого ощущения, что там могут не взять, могут взять. И не волнуюсь вообще. Четвероклассница Маша Царева, как и ее одноклассники, уже вздохнула с облегчением. Если еще несколько месяцев назад ребята трепетно ожидали итоговых испытаний, то теперь знают точно – учебную прописку они не сменят и продолжат изучать профильные музыкальные науки в будущем году. Гимназия номер 4 областного центра давно зарекомендовала себя как учреждение, где дают хорошее знание не только по учебным предметам, но и эстетическому воспитанию. Не зря многие родители стремились и стремятся отдать своих детей именно сюда. Она просто музыкальная, а мы как бы с музыкальными способностями дети у нас, вот еще в музыкальной школе учатся, поэтому мы планировали именно в эту гимназию. Мы от нее недалеко живем, поэтому выбрали ее. Мне очень понравилась сама атмосфера гимназии. То есть это очень такое доброжелательное место, очень хорошая квалифицированная педагогия, и очень много проводится разных вечеров. И когда приходят на вечера с семьями, то здесь учились папы, мамы, дети, вторые дети, третьи. У меня очень много знакомых, у которых учится именно там двое-трое деток здесь. Если четвероклассники и их родители уже имеют представление, как сложится их судьба на ближайшие несколько лет, то старшеклассники в легком недоумении. Информация о введении национального экзамена, как и все новое, была встречена с некоторым волнением. Пока какой-то конкретной формы его проведения не было представлено. Однако девятиклассники четвертой гимназии знают, полученных в учебном заведении знаний им точно хватит для того, чтобы пройти это испытание достойно. Гимназия нам дают очень много. У нас есть музыкальное образование, которое нам помогает в дальнейшем обучении в гимназии. Также у нас очень хорошие преподаватели и качество образования. То есть меня все устраивает. Придется работать, безусловно, многое с родителями и объяснять, что несмотря на то, что экзамен упразднили, несмотря на то, что гимназия, по сути, по своей программе, мало чем будет отличаться от обычной средней школы, все-таки необходимо ребенку объяснять учиться. Для чего мы пришли в гимназию, для чего вы выбрали. Только потому, что мы рядышком, потому что мы по микрорайону, либо у нас далеко идущие планы. Конечно, активнее всего разбираются в тонкостях и нюансах нового указа администрации и педагоги гимназии. Всего в Бресте их шесть. Введение системы беспрерывного обучения для некоторых станет моментом переломным. Набор в гимназии будет проходить с первого класса, как и в обычной школы, путем подачи документов согласно району проживания. Однако, до подписания указа, не все гимназии Бреста имели начальное звено обучения. Сегодня отделом образования, спорта и туризма проводится большая работа над тем, как организовать учебный процесс в таких заведениях в целом, и что ляжет в основу новой системы обучения. В статусе учреждений ничего не изменяется, они продолжают оставаться и функционировать как вид учреждения гимназии. Единственное, что гимназистам будут относиться учащиеся в 10-11 классах. И поступление в гимназии для тех, кто будет поступать со временем в 10-11 класс. Порядок это определит Министерство образования. В соответствии с указом президента будет осуществляться именно в эти классы. Проект призван снять неоправданную психологическую нагрузку с учащихся начальной школы. Рациональности нововведения судить можно будет уже по итогам следующего учебного года. Что касается организации образовательного процесса в новых условиях, то говорить об этом пока рано. Предусматривается, что для мотивированных учащихся представится возможность изучения отдельных предметов на повышенном уровне. В Министерстве образования в двухмесячный срок будут подготовлены правовые акты, необходимые для реализации норм указа. Самая красивая девушка разыскивается в Беларуси. Поиск достойных претенденток на громкий титул «Мисс Беларусь» уже завершился в некоторых регионах. Сегодня эстафету принял Брест и принял с небывалым размахом и высоким градусом эмоций. За кулисы национального отбора конкурса «Красоты», «Грации» и «Таланта» заглянула наша съемочная группа и убедилась, что брещанки создадут достойную конкуренцию всем претенденткам. «Мисс Беларусь 2018» в этом году отмечает свой 20-летний юбилей. Яркий, экспрессивный, эмоциональный конкурс. Но за красивой картинкой финала стоят нешуточные эмоции претенденток. Закулисная жизнь конкурса поражает не только своими масштабами девушек, желающих попасть в следующий этап более ста, но и накалом страстей. В целом обстановка кажется спокойной, красавицы стараются скрыть волнение, но на самом деле градус эмоций и переживаний явно зашкаливает. Оно и понятно, ведь на кону главная корона красавицы страны. «Брест всегда славился красавицами. Не знаю, с чем это связано. Близостью к границе, может быть, смешанием различных национальностей здесь. Здесь всегда были очень яркие, умные, талантливые девушки. Поэтому мы ожидаем от них того, что они нас удивят, порадуют». «Моделинг» – это профессия. «Мисс Беларусь» – это суть, это содержание. И внешность, конечно, не отличается. Но, тем не менее, многие модели, имеющие соответствующие внешние данные, могут попасть в конкурс и попадают, и участвуют. И одно другому не мешает. Но, тем не менее, это немножко разные критерии». Для некоторых оказаться под светом телевизионных софитов на подиуме перед таким строгим, но справедливым жюри, подобно настоящему экстриму. Но, как говорится, ни шагу назад. Цели ведь грандиозные – стать символом красоты и национальным достоянием Беларуси. Удивляли коллеги и жюри по-разному. «Буду своей эрудицией, танцами, улыбкой, фигурой. Всем-всем, чем можно». «С красивой улыбкой. Самое хорошее качество для девушки – это, которая может за себя постоять». «Наши молодые годы, я считаю, нужно быть энергичным, веселым и надо прожить так, чтобы их не забыли мы». «Раскрасить свои серые будни, получить массу ярких впечатлений, познакомиться с кем-нибудь, конечно же, ну и пройти дальше». Сюда, в культурное сердце Бреста, областную филармонию, приехали девушки из всего региона. Организаторы отмечают, что столица Белорусского Полесья – это город, который затмил другие областные центры по количеству участниц. А превзошел ли по качеству, будет известно немного позже. «От конкурса к конкурсу мы стараемся применять новые подходы, искать какие-то новые пути, визуализации для проведения отборочных этапов и для проведения финального шоу. И многое из этого вы можете уже, наверное, наблюдать, в том числе очень активный пиар в социальных сетях и онлайн-стримы из кастингов областных центров. Хочется ожидать, что девушка, которая будет олицетворять белорусскую красоту, которая будет ее символом, будет нести белорусскую культуру. Она сможет в мире показать, что из себя представляет Беларусь, в том числе и в языковом аспекте». Среди главных условий отбора – возраст от 18 до 24, рост не ниже 174 сантиметров, белорусское гражданство, а еще знание родного языка, отсутствие косметики, умение держать себя на сцене и, конечно же, талант. Помимо заветной блестящей короны и достойного титула, победительница получит право представлять свою страну на международных подиумах. «Красота – это не профессия. Я всегда об этом говорю. И при первом общении всегда становится ясно, что представляет собой девушка. Поэтому, конечно же, содержание должно присутствовать, должен быть интеллект. Во все времена жюри находилось в поиске яркой личности. Это первое требование. Сегодняшний день не исключение, конечно же. Поэтому я всегда желаю девушкам на подобных конкурсах все-таки оставаться самой собой, во-первых, и никогда никому не подражать. Это очень важно. Быть самой собой – это главное требование. «Обязательно умные глаза. Обязательно умные глаза. Обязательно, знаете, они должны быть живыми. Девушка должна быть натуральной, обладать натуральной красотой, естественностью, уметь не уметь. Это как данность, понимаете? Это как данность, когда ты можешь войти в зал, выйти к людям, и все вокруг осветится солнцем». Без всякого сомнения, красота спасет мир. Но почему-то кажется, что красота, наполненная содержанием и харизмой, сделает это гораздо лучше. Это девиз наших девушек. И остается надеяться, что как можно больше брещанок пройдут в финал. К слову, состоится который 4 мая во Дворце спорта в столице страны. Удачи вам! Пусть победит сильнейшая! В воскресенье 4 февраля Беларусь окажется под влиянием смещающегося через юго-восточные районы нашей страны циклона, в тыл которому начнет поступать холодная воздушная масса арктического происхождения. В Бресте ожидается некомфортная ветреная погода. Подморозит температура воздуха в течение суток 2 градуса ниже нуля. На следующей неделе в Беларуси вернутся морозы. В понедельник, 5 февраля, с ростом атмосферного давления погода в Бресте улучшится, но температура продолжит понижаться. По предварительным прогнозам синоптиков ожидается минус 2-4 градуса в течение суток. Не обойдется без кратковременного снега. На дорогах будет скользко.